Всем привет! Как и обещали, сегодня мы будем строить оптимальный код Хаффмана. Давайте посмотрим на задачу. Итак, у нас есть непустая строка длины 10 тысяч символов, и нам нужно закодировать ее с помощью оптимального кода Хаффмана. Нужно вывести и сам код, то есть вывести двоичную запись каждой буковки, и получившуюся строку после закодирования. Ну, замечательно, давайте приступим. Ну, замечательно, начнем мы с того, что, как и в прошлый раз, считаем строчку из файлика. Для этого опять заведем сканер нового файла. Давайте как и в прошлый раз делаем input тексты и простоты. Отлично. Так, в файл input тексты запишем код. Это у нас осталось с прошлого раза, от нашего непрерывного рюкзака. Давайте запишем сюда новый код. Давайте... А, это довольно скучно, давайте сразу большую строчку засунем сюда. О, прекрасно. Все, теперь у нас готов файлик, готов считыватель. Давайте считаем строку. И выведем ее. Посмотрим, что у нас все работает. Ну да, вот вывелась строка, все прекрасно. Так, первое, что мы сделаем со строкой, это посчитаем количество вхождений каждого символа. Для этого давайте сделаем понаучно. Давайте сделаем мапу из Character в Integer. В ней посчитаем для каждого символа, сколько раз он встречается. На самом деле у нас в задаче известно, что все буквы это строчные латинские буквы. Поэтому вместо, на самом деле, мапы можно было бы сделать массив на 26 чисел. Но это не очень расширяемый код. Если мы вдруг заходим с помощью какие-нибудь другие буквы, например, русские буквы, арабские буквы, китайские иероглифы, то нам придется все переписывать. А если мы сделаем мапу, у нас все заработает сразу. Очень люблю. Так, поехали. Сейчас бежим по всем символам строчки. И увеличиваем соответствующий счетчик. Мы интервьюруемся по всем символам строчки. Можно было сделать немножко по-другому. Можно было сделать iterator for each. Взять two char array. Сделать вот так. То же самое, только создается новый char array. Как вам удобнее, так пишите. Так, взяли символ. Теперь нужно посмотреть, есть ли он в нашей мапе. Если там уже есть такой ключ, тогда увеличим его на один. А иначе кладем туда единичку. Так, ну давайте выведем все, что у нас получилось. Для этого можно использовать iterator по всем вхождениям в map count. Давайте сделаем это, например, так. Поитерируемся. Можно сделать, вот смотрите, можно делать сразу по множеству ключей, а можно сразу по множеству entry. Как вы думаете? Давайте для разнообразия сделаем по множеству entry. Entry это пара из ключа и значения по этому ключу. Давайте возьмем и выведем. Выведем. Entryget key. Вот, сейчас мы для каждого ключа выведем все значения. То есть для каждого символа выведем, сколько раз он встречается. Проверим, что все работает. Мы говорим, что A встречает четыре раза, B два раза, C один раз, D один раз. Это похоже на правду. Да, A четыре раза. Все правильно. Так, следующее нам понадобится, это какая-то инфраструктура для того, чтобы строить дерево. Дерево, казалось, состоит из узлов. Давайте сделаем класс узел. Узлы у нас будут двух типов. Узлы будут внутренние и листья. Тут внутренний узел. Это такой узел, у которого есть два ребенка. Левый и правый. Nodileft. И Nodireight. Создадим конструктор для пущей красоты. Отлично. Теперь. У нас есть лист. Это, соответственно, такой лист, в котором... Отвечает как... Каждый лист отвечает какому-то символу. Давайте этот символ запишем сюда. Сюда. Так-нибудь так.